Фингерстайл Сегодня фингерстайл оброс массы поджанров, приемов и направлений, а область его применения не имеет границ. Признанные во всем мире мастера гитары, такие как Томми Эммануэль, Эван Добсон, Энди МакКи и даже русский гитарист Игорь Пресняков, являются приверженцами данного направления. С недавних пор этот синтез гитарных техник начал становиться популярным и во Владивостоке. 13 января на одной из площадок города пройдет полноценный фестиваль фингерстайла. Раньше фингерстайл во Владивостоке особо не был проявлен, вот он проявился, нашлись люди, и это невероятно радостно, и мы собираем этих людей в одном месте, в одно время, чтобы показать максимально широкие возможности этой техники. Первую попытку популяризировать нестандартный подход к владению шестиструнным инструментом Александр Дьяченко предпринял еще летом прошлого года. К грядущему фингерстайл-фесту удалось привлечь куда больше как участников, так и зрителей. В социальных сетях формат мероприятия вызывает неподдельный интерес как у меломанов, так и у рядовых посетителей заведений с живым звуком. К слову, фестиваль пройдет на территории контрабанда Клаб, пожалуй, одного из самых необычных баров Приморской столицы. Организаторы обещают, что концерт в стиле фингерстайл будет сильно отличаться от обычных живых выступлений. Отличие будет на поверхности, но его словами не объяснить и на пальцах, да, лучше прийти и посмотреть. Это нестандартные фестивали, не знаю, человек один с гитарой играет сольную программу, играет так, что на одной гитаре звучит саунд практически полного ансамбля. По своей сути, гитарист стиля фингерстайл ударами по корпусу берет на себя роль ритм секции, одновременно доводя до ушей слушателя гармонию и мелодию. Некоторые из участников грядущего фингерфеста – ученики Александра, как, например, Борис Маркин. Но в будущем организатор рассчитывает, что поклонников нестандартной игры на гитаре в городе станет больше. Чтобы лучше понять, как именно это звучит, он с учеником сыграли для съемочной группы «Восьмого канала». Евгений Черемухин, Василий Косилов. Новости на восьмом.